Приветствую вас, Аноним. Ну, вообще, ситуация, конечно, достаточно серьезная, вот как мне кажется, как мне представляется, вот, ситуация достаточно серьезная, и связано это в первую очередь с тем, что с одной стороны мы можем наблюдать за тем, как вы себя ведете в этой ситуации, мы можем наблюдать некоторое ваше деструктивное поведение, вот, хотя вы, вероятно, с этим, ну, вы, вероятно, с этим не согласитесь, вот. С другой стороны мы можем наблюдать такой момент, что у вас по факту не полная семья, вот. То есть, я имею ввиду, что у вас есть проблемы с мужем, бывшим мужем, с отцом ребенка, и это накладывает отпечаток. В любом случае, это накладывает отпечаток, на то, как он ребенок себя видел, вот. Есть ощущение, что ребенок достаточно тревожен. Есть такое ощущение, что достаточно тревожен ваш сын, и эта тревожность ему передала вас, скорее всего, от вас. Вот эта вот постоянная попытка чем-то себя занять, это постоянная истерика, привлечение внимания к себе. Вот это про попытку отвлечься, про бодребность в защите, про бодребность в защищенности, вот. И можно, конечно, только гадать, из-за чего это произошло. Из-за вашего расставания с отцом ребенка, из-за вашего собственного психологического состояния, например, травмированности, разводом, расставанием. Вашей неудовлетворенностью. Вот. То есть тут очень много достаточно нюансов, на которые нужно обратить внимание. Сама постановка вопроса у вас, вы пишете, кто-то сможет помочь решить сложившуюся ситуацию. Понимаете, вы можете решить сложившуюся ситуацию, а мы можем вам помочь в этом. можем вам помочь подкорректировать ваше поведение так, чтобы у ребенка появилась возможность что-то изменить. Ну, к примеру, ребенку необходимо чаще взаимодействовать с мужчиной и чувствовать именно мужское. Ну, мужское, скажем так, взаимодействие, да, мужское присутствие, мужское силы и так далее. Потому что все-таки женщина не может научить, научить мужчину, да, будущего, ну, будущего мужчину, пока еще ребенка мальчика. Ну вот, не может научить, а мужское может что-то научить, ему научить мужчину. Поэтому, эээ, больше, ээ, больше, ээ, общаться с, ээ, отцом, да, вот. Это одна из необходимых историй. Здесь. Для вашего, опять же, ребенка. То есть, это именно вот дисциплина. Вы относитесь к человеку просто, вот, ну, к мужчине, вы относитесь к будущему мужчине, ээ, своему, ээ, вы относитесь, ээ, совсем, не, ну, не так, совсем, как, эээ, как нужно. Как, ну, как, ну, как, как необходимо. Ну, вот. И, эээ, эээ, как бы, поэтому, эээ, у вас не получается. Вот. С другой стороны, эээ, нужно освоить достаточно, ээээ, ну, такие, продуктивные, я бы сказал, ээээ, техники, эээ, взаимодействия. Эээ, эээ, с ребенком, эээ, вот, эээ, например, включить, эээ, активное слушание, эээ, вот, эээ, я, сообщение, эээ, и так далее. И все это вот, эээ, такой, эээ, такой, эээ, достаточно важный момент. Ну, об этом вы можете подробно, подробно почитать в книге Юлии Борисовны «Гиппинрейтор» «Общаться с ребенком как». Вот там это достаточно хорошо всем написано. Вот. Дальше. Ээээ, значит, ээээ, я бы, ээээ, обратил ваше внимание на отношение к свободе. Потому что чувствуется, что вы, ну, такой достаточно свободолюбивый человек. И если вы на самом деле такая, если вы на самом деле такой свободолюбивый человек, то, эээ, ребенку, эээ, не может, не, не может, как бы, не передаться, эээ, вот, такая, вот, такая ваша позиция. Эээ, ребенку, ээээ, не может не передаться, ээээ, такое ваше отношение. Вот. И, это, в общем и целом, нормально тоже. То есть, подобная, ээээ, ситуация, ээээ, вполне нормально. Вот, ээээ, когда ребенок копирует, ээээ, отношение своего родителя к, там, допустим, к свободе и так далее. То есть, если вы, грубо говоря, если вы, ээээ, достаточно свободолюбивый человек, то и ребенок тоже будет достаточно свободолюбивым. Вот. Это, ээээ, ну, нормально абсолютно тоже. Вот. Ээээ, и, эээ, соответственно, на это, ээээ, так же необходимо обратить ваше внимание. Давайте разберем ваш текст более подробно, подробно. Значит, эээээ, моему сыну 1,11 месяцев, то есть, почти два года, эээ, совершенно не управляем. Ээээ, примерно до, по-моему, сорок года это был идеальный ребенок, я, я каких-то проблем с ним не знал. Ну, вот, здесь, ээээ, собственно, чувствуется ваша тенденция к свободе, то есть, ну, нежелание каких-то проблем, да? Ээээ, даже могла подрабатывать, когда он спит, с удовольствием гуляла, когда он пошел, мне пришлось за ним, приходил за ним бегать по улице, но в этом никакой проблемы не видел, не сложно было. Спокойно оставался на несколько, на несколько недель, одна с ним, когда уезжала мама. Для уточнения, живут с мамой, а отец ребенка просто к нам иногда приходит, ну, вот это, может быть, собственно, с проблематикой. А, после, эээ, примерно, баутора горя, началась веселуха, постоянная истерика, смотри, смотри. Ээээ, что важно понимать. Ребенок проверяет границы. Эээ, границы дозволенного. Что, в принципе, нормально. Что-то он чувствует, эээ, свою силу. Он, эээ, чувствует, эээ, значит, ну, какие-то, эээ, возможности, эээ, просыпающиеся в нем. И, ну, что, в принципе, абсолютно нормально. Эээ, вот. И, эээ, он проверяет, эээ, что можно. Он проверяет, что нельзя. И, не получая, от вас, эээ, такого достойного ответа на проверку, он продолжает это делать. И будет это делать дальше. То есть, нужно понимать, что ребенок проверяет границы дозволенного. Вот. И спокойное, не мотивирующее его на продолжение подобной деятельности поведения является основной вашей целью. Но проблема в том, что вас это задевает. Проблема в том, что, эээ, вы руководствует с долгом, который вы должны выполнить, эээ, перед ребенком ребенок это чувствует и умело манипулирует вам. Ну, то есть, все, в принципе, логично. Дальше. Эээ, постоянные истерики, если ему что-то не дают и куда-то не пускают. Ну, опять же, да. Что такое истерика? Вот. В данном случае. В данном случае истерики, эээ, представляют из себя, из себя, представляют собой, точнее, эээ, историю, когда ребенок выбирает эээ, такой способ получить то, что сразу ему не дают. Он уверен, он уверен, что ему дадут то, что он хочет. Он уверен. Вот. Почему? Опять же, потому что ребенок не встречает такого вот твердого, уверенного, спокойного отказа. То есть, по факту, по факту, ребенок не чувствует границ, не чувствует себя защищенным. Вероятно, потому что, эээ, у вас этих самых границ нет. Все-таки. Дальше. Ну, значит, так. Эээ, стараюсь уходить, когда начинается истерика, он идет за мной, начинается инженерная рука, я рад, если я с ней на месте. Ну, по сути, как бы, вы понимаете, уход это же слабо, уход это слабо. У ребенка есть надежда, что он сможет вас дожать и получить то, что ему нужно. Опять же, это вопрос вашего восприятия. Это вопрос того, как вами воспринимается то, что делает ребенок. Так, значит, кидает с игрушками, ну, попытка проявляет внимание. Короблица кидает их в кого-то, ну, то есть, агрессия, защита от тревожности. Сначала кусался, хорошо прошло, теперь щипается, не как на кого-то, шестигазые волосы. Ну, опять же, повторюсь, это выглядит просто, как такая судорожная попытка защититься. Кричала, била по рукам, тянула его. Ну, опять же, с вашей стороны, не менее такая хаотичная реакция, которая не добавляет уверенности и спокойствия ребенку. То есть, я бы хотел, я бы хотел лучше понять, почему вы кричите, что мотивирует вас применять силу к ребенку. Это, опять же, слава для него. Дальше. Пытаясь с ним играть, отвлекать, отвлекать его. Ну, то есть, по сути, вы поддаетесь на манипуляции. Она покупала всяких развивающих игрушек. Ну, это типичная ошибка родителей, когда думает, что игрушки способны заменить общение между людьми. То есть, здесь, опять же, проявляется свободолюбие, с вашей стороны. Надолго его не хватает, но он посидит недолго и бежит все украшить и носится по квартире. Ну, попытка проверить границы. При этом, хоть он развивающим игрушкам уделяет мало, времени всему научился. Да, вообще, там по себе ребенок довольно не глупый. Вот здесь у меня появилось ощущение, что вам важно, что ваш ребенок не глупый. Это ощущение, что ребенка вы полностью любым не принимаете. Вы, забегая чуть вперед, вы пишете, что беспокоитесь, что он не разговаривает, но ему только два года, ему нет еще двух лет и, в принципе, говорить ему еще рано. То есть, опять же, есть ощущение, что вы не принимаете его. Дальше, значит, даже родственники говорят, пишите вы, что он много для своего возраста умеет. Ну, вот, причем без родственники. И чему может это научить ребенку, кроме дальнейшей, дальнейшему ориентированию на окружающее, мне представить сложно. То есть, такое ощущение, что вы не уверены в себе и родственники, вот, подтверждают, что он не глупый. То есть, тут у вас есть какие-то страхи. На месте сидеть он не может и ему обязательно делать, как он хочет. Но, опять же, это отсутствие личной границы. Это порождает только тревожность. Потому что, ну, вот, что просто, чтобы вы понимали, да, как бы в утробе матери, в позиции эмбриона, ребенок чувствует себя защищенным, идеально гармоничным. Идеально гармоничным. Соответственно, ребенок, маленький человек, он, вот, пытается, как бы, такую же защищенность обрести в реальном мире. Вот. Но, к сожалению, он этого не получает, не получает. Ага. Так. Бесполезность это просить, говорить ему. Он продолжает. Это правда. Просить и говорить бесполезно. Потому что дети, ну, особенно в этом возрасте, к словам, к смыслу, к семантике относится весьма и весьма посредственно. И было бы, наверное, странно, если бы, там, было бы по-другому. Но, вот, вы, вы так не считаете? Ну, вот, с какой, с какой стати, ребенок двух лет должен прислушиваться к словам. Ну, таким более, более сложным, я имею ввиду, по смыслу. Дальше. Последнее время он отказывается есть на стуле, носится по квартире, и я за ним с тарелкой. Ну, здесь, к сожалению, классическая манипуляция. То есть, ну, вы бы даете с ребенком, что называется, накормить. Это, вот, одна из ваших, ну, одна из классических тоже ошибок. Потому что, грубо говоря, не нужно именно пытаться, набирать что-то ребенку и что-то его заставить, да. Выстраиваться модель поведения с ребенком нужно в, ну, в таком стиле, я бы сказал, о жесткой любви. То есть, если ребенок, допустим, чего-то хочет, предложить ему, ну, вариант того, как можно было бы это, например, реализовать, с одной стороны. И, если ребенок отказывается, вот, то, по сути, больше ничего не предлагать. Вот. И, грубо говоря, если вы, если ребенку пора есть, вот, он, значит, вот, есть, допустим, отказывается, вот, что, соответственно, это его право, а вы просто его, как бы, ну, не кормите его, по сути. Вот. И, на мой взгляд, это вполне себе, эээ, такая справедливая позиция, которая научила бы, эээ, ребенка достаточно быстро, научила бы тому, что, если он не поест, эээ, то быть голодным. Вот. Ну, это как-то, эээ, ну, приучило бы его к ээээ, эээ, некой ответственности. То есть, один из, ээээ, ключевых моментов здесь в том, что, эээ, ребенок не чувствует совершенной ответственности, какой бы ни было, за свои действия. Вы не позволяете ему почувствовать эту ответственность, потому что, эээ, что бы он ни сделал, как бы он ни поступил, эээ, всегда, всегда есть вы, всегда есть вы, кто, эээ, будет как бы у него за спину. И, с одной стороны, это, эээ, хорошо, но, эээ, все как бы нужно в меру. В данном случае меры, эээ, к сожалению, нет. В данном случае меры нет, и, эээ, собственно, ээээ, собственно, по этой, отчасти, эээ, причине, ээээ, мы имеем вот то, что имеем. То есть, мы имеем вот, эээ, ну, такие вот, эээ, проблем мы имеем. Вот, мы имеем, эээ, такие сложности с, эээ, ну, с вашим контактом, грубо говоря. Дальше. Так, ээээ, прогулки на улице стали для меня кошмаром. Коляски сидеть не хочет, жуткие истерики. Когда выпускает, бежит куда ему надо. И на свои мои крики внимания не обращает. И делает вы, что меня не знает. А, ну, как бы, эээ, здесь, эээ, опять же, повторюсь, эээ, модель жёсткой любви. Необходимо то есть, что это значит. Ээээ, если, эээ, ребёнок убегает от вас, когда, эээ, выходит из коляски. Эээ, значит, эээ, совершенно логично, что, ээээ, из коляски ему, ну, выходить нельзя. И, эээ, совершенно логично, что, да, он будет кричать, ну, как иначе. Вот, ну, эээ, как бы, обращать, эээ, внимание на это. Ну, эээ, на то, что он кричит. Ну, вам не надо. Скричит и кричит, как бы. Пока он не научит. Знаете, он будет так поступать, эээ, он будет поступать таким образом. Эээ, до тех пор, пока вы, эээ, как ты, на это реагируете. Вот. Тем быть, поступать так, до тех пор, пока, ээээ, эээээ, будет чувствовать, будет чувствовать, будет знать, что это имеет какой-то вот, ну, эффект. Такая вот история. И пока вы даете обратную связь ребенку, пока вы реагируете как-то на его значит, ну, на его поведение, ну, соответственно, ситуация не изменится, к сожалению. Ну, а зачем меняться, если, в принципе, все устраивает? Я прощу кого регуляционный, так и не справляюсь. Ну, опять же, да, здесь вот вы проявляете слабость. Вот это откровенно, откровенно лабест, то есть ребенок, он считывает, пасыть, что, что победил. Вот он считывает, что он победил, а он считывает, что вы проиграли. Вот, потому что вы прощу кого погулять. Поэтому он знает, что с вами можно делать все что угодно. С чем связано, а вот с чем связано ощущение, что вы не справляетесь, это большой вопрос. Либо это некое чувство вины, и это один момент. Либо это некие требования к себе, это другой момент, если вы от себя, ну, а если вы от себя требуете, например, чересчур, если вы от себя от себя слишком много. Вот. Либо, там, чувство вины долга перед ребенком. Перед ребенком, перед собой, это один, что-то. Я уже устал от этих вопли-криков, ну, потому что вы на них реагируете. И вас это как-то задевает. Для его непослушания доводят меня до истерок. Собственно, это то, чего ребенок очень хочет. Вот. Довести вас до истерок. Почему? Потому что знает, что знает, что может довести вас до истерок. Вот. Если знает, что может, почему бы и не довести в таком случае. Вот. То есть тут тоже, в какой-то степени, все логично. Вот. К сожалению. К сожалению. К сожалению. Дальше. Я не бью ребенка, когда очень хочется. Так. Ну, агрессия, понятно. Нет. Не за счет. Значит так. Бабушка шлепает по попе, но по-прежнему с ударом продолжает делать свои дела. Потому что знает, что удар ничего не решит. И вообще она физическая сила ничего не решит. Как и наказание. Ко всему лично активно не сидит на месте. Вот. Нормально для ребенка. У нас медицин бывает, как у мужа и его родителей. Так они мне говорят, что это просто идеальный ребенок. Правильно. Потому что там есть очень четко, очень жестко выстроены личные границы. Границы того, что можно. Границы того, что нельзя. Вот. То есть все достаточно четко для ребенка. Все достаточно понятно для ребенка. Вот. А чего нет у вас? У вас нет той надежности. Нет той защищенности. Вот. Поймите правильно, пожалуйста, я вас не обвинаю. Ни в коем случае. Я ни в коем случае не хочу, чтобы вы думали, что я вас пытаюсь обвиниться. Как-то. У меня такой цель не стоит. Как-то. Да. Это просто я хочу вам показать. Что. В данном случае ребенок вами манипулирует. Это не хорошо, не плохо. Это просто есть. Дальше. Так. Ребенок здоров. Вкуси спит хорошо. Единственное, сейчас плетом привозить к режиму. Ну опять же. Режим. Да. Режим-режим. На. На. Как-бы. Границ. Ну не сказать, чтобы. Ну не сказать, чтобы много. Границ. Что. Ребенок чувствует себя уверенно и относится с уверенностью к вам. То есть тут тоже нужно как-то вот, наверное, посмотреть на. Режим тоже. Да. Несколько. Вот. Ну. Под другим углом. То есть. Ну. Более. 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 Наверное. Внимательно. Посмотреть. Посмотреть. Ну. Более внимательно. Посмотреть им-но. То. Как вы организовываете. Эээээээ. Режим. Вот. То есть. Это вот. Такая. достаточно важная история, на мой взгляд. Дальше, еще меня беспокоит, что они разговаривают, но мы еще рано, если ему что-то нужно, берет за руку, показывает пальцем, что ему нужно, или, к примеру, хочет есть, приносит на фигурку, хочет понять, что делать, чтобы он стал более усидшим, сможет, хоть немного, потому что мои нервы не справляются. В целом, я бы поработал с вашей уверенностью в себе, с личными границами между вами и ребенком, есть большая проблема с этим. В целом, я бы рекомендовал привлечь папу, отца, привлечь к ребенку на такой более постоянной основе, если можно так выразиться. Вот. Потому что сейчас этого явно недостаточно, недостаточно. Ну и модель жесткой любви. Приучение. Обязательно приучать маленького человека к ответственности за свои действия. Обязательно приучать маленького человека к ответственности за свои решения. Вот. Это просто необходимая история. Вот. Если этого не делать, то по факту, ну, человек будет не приспособлен вообще к жизни. Вот. К, ну, к самостоятельному существованию. Будет человек не приспособлен. Это большая проблема. Вот. Поэтому я рекомендую вам обратить внимание на это. Вот. Ну и собственные нервы, собственные чувства поисследовать тоже. Вот. Потому что на вас это очень негативно влияет. На этом все. Я надеюсь, что он помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!